всем привет друзья вы у меня на канале андрей рожко подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчики подписывайтесь сегодня коротенький выпуск про гвардию это пещерный монастырь в скале вдоль реки куры на юге грузии всем приятного просмотра поехали если есть желание можно даже подняться таком автобусе чтобы не идти 600 метров пешком варди находится 18 километрах от ахалкалаки в непосредственной близости от границы с турцией город был основан 12 13 веках во времена правления георгия третьего и его дочери царицы тамары для защиты южных рубежей грузии варди это не просто хаотично вырытые в отвесной скале пещерные помещения это настоящий многоэтажный комплекс с улицами тоннелями и лестницами ведущими мимо монастырей храмов крепостей бань библиотек жилых построек всего свыше 600 соединенных ходами помещений которые простирается вдоль горы длиной 800 метров и в глубину до 50 метров и высоту на все 8 этажей cold room холодная комната я так понимаю что здесь был некий холодильник скорее всего ну да здесь однозначно прохладней это был дворец бракосочетания а тут ласточки а когда-то здесь жили люди красота тут такая выходишь и открывается перед тобой просто виды красоты здесь еще лестница лестницы все выше и выше здесь довольно небезопасно кстати но в случае нападения врагов монастырь становился убежищем для мирных жителей и мог вместить себе до 20 тысяч человек а грузинские войны спустившись по трем тайным ходам могли спокойно уничтожить врагов застав их в росток глубокая комната тут еще есть второй зал так понимаю здесь наверное костры в 13 веке варди пострадал от крупнейшего землетрясения это было в 1283 году когда от скалы отделился и упал в куру пласт порода шириной до 15 метров в результате чего монастырь обнажился и потерял свое значение как крепость это уже чисто чьи-то квартирки у кого-то больше у кого-то меньше здесь отдельные комнатки для сна здесь тоже чисто все вырубили в скале здесь еще одна комнатка тут все в смоле возможно здесь была кухня потому что здесь зола здесь все как будто обгоревшая это скорее всего кухонная часть где готовили затем варди пострадал от монгольского нашествия в 13 веке во время иранского разгрома и турецкого ига в 16-17 веках вследствие чего пришел в упадок и запустел в 1828 году местность Джавахетия была завоевана русскими войсками в советский период монашеская жизнь монастыря прекратилась но возобновилась к концу 80-х годов сегодня в мужском монастыре живет около 15 послушников а в 1938 году варция была объявлена музеем заповедником и является им до сих пор да друзья варция это просто волшебное место поэтому я лично советую это место посетить всем кто планирует попасть в Грузию попутешествовать либо кто уже путешествует по Грузии поэтому приезжайте сюда обязательно все это посмотрите своими глазами здесь еще натянута сетка для безопасности так как все-таки это скала и камни имеют свойство падать от силы протяжения вот здесь была трапезная здесь сидели кушали возможно здесь были какие-то столы из дерева а здесь готовили потому что здесь все также в зале все обгоревшее такое здесь прям готовили это было печь пещерный комплекс помимо защитной выполнял еще и духовную функцию как христианский монастырь в центре которого был высечен большой храм успения богородицы в храме сохранились фрагменты чудесных фресок 12 века в том числе и изображения георгия третьего и царицы тамара по одной из версий здесь она и похоронена чтобы вандалы не могли обнаружить могилу из тбилиси в разные концы света отправили сразу восемь похоронных процессий прибыли они и в геланте и в бардзе вот здесь можно поставить свечку здесь еще один вход в храм здесь такой вход обалдеть здесь очень низкая пещерка для людей у кого клаустрофобия довольно страшно будет и вот ну куда тоже выходим вот 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 здесь следующий спуск тут очень резкий спуск поэтому тут нужно спускаться крайне аккуратно ступенька чисто в одну ногу здесь хранилось вино везде какие-то комнатки какие-то кухонки места где делали вино хранили вино здесь двухэтажная такая ступеньки какие-то ступеньки вниз но они завалены и откуда не пройдешь везде есть какие-то интересные комнатушки здесь перекрыли такую чтобы не провалиться на нижний этаж кстати мы тут стоим а это чей-то потолок вон там комната под нами прям вот здесь комната тамары лестничка такая можно даже подняться туда выше посмотреть довольно узкий проход и мы выходим вот такую красивую комнату это комната царица тамара очень красиво здесь у нее открывались очень красивые виды туда полностью на весь город и в ту сторону на холмы вот так вот выглядел митинг холл это зал собраний где царь или царицы собирали своих воинов для обсуждения вопрос безопасности города для защиты города либо старейшины собирались с жителями города и обсуждали вопросы продовольствия то есть где добыть еды и так далее вот скорее всего этот зал использовали именно для этого и вот так вот собственно потихоньку можно выйти вниз на тропинку здесь довольно скользкий опять же спуск здесь не за что держаться поэтому просто нужно спускаться не спеша вау вот туда мы на тропинку спустимся и вот так вот потом вниз ну что сказать мне очень понравилось это место я всем советую сюда сгонять обязательно это всего 100 километров от боржоми эмоций много еще когда ты понимаешь что это все строили 800 лет назад то вообще диву даешься как люди смогли в таких скалах скалах построить такие интересные места вау 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 Продолжение следует...